Перед нами нога, сапог, редуктор от лодочного мотора ХАЙДИ 9.8 ТОХ-образный мотор, он же ХДХ 9.8, он же Техаса 9.8, Ниссан Марин 9.8 Хочу я его разобрать. В принципе я собирался продать этот механизм, и так, возможный покупатель захочет посмотреть, что там у него внутри, чтобы быть уверенным, что не покупает катар в мешке. Разбирать. Начинаем вот с этой верхней части. Здесь у нас находятся помпы. Осторожно снимаем, здесь надо иметь в виду, когда снимаем стакан помпы, вот он, внутри все гладенько, все блестит, под помпой есть, опа, вот он выпал. Такой вот штырек, это типа шпонки, чтобы когда крутится вал, вот посмотрите, место под эту шпонку, вот она. Чтобы когда крутится вал вертикальный, помпа так же крутилась. Откладываем в сторону. Снимаем помпы в хорошем состоянии, никаких задиров. Теперь снимаем. Вот эта штуковина. Здесь у нас металлическая пластина. Так вот и раскладываю в таком порядке, как я снимал. Прокладка. Как она называется? Не знаю как называется, назовите сами. Так, что у нас здесь? Здесь у нас вертикальный вал, шток, масло, шток для переключения передач. Этот шток вставляется вот в такую вот. Опа. Сложим. Здесь у нас уплотнительное колечко. Это место очень часто является причиной того, что в редуктор поступает вода и в результате образуется эмульсия. Здесь у нас в отличном состоянии подшипник. На валу втулка. Вот эта втулка запрессованная. Подшипник сидит тоже с натягом и не двигается. Я его снимать не буду. Здесь у нас вал полностью снимаю. Вал в хорошем состоянии. В этой крышке сальник. Сальник без задиров. Здесь остается прокладка. Прокладка сидит на герметике. Но ее снимать и не надо, и нет смысла. Там в глубине, я не знаю можно ли разглядеть. Сейчас я попробую туда подсветить с фонариком. Там внутри находится игольчатый подшипник. Далее разбираем вот этот механизм. Шайбочки не теряем. Вот эта фиговина, она снимается. Так, здесь особых усилий не надо. Здесь резина не прокладочка, а колечко. Вот я снял. В тот момент, когда все это работает, здесь находится вода. Сюда поступают выхлопные газы. И вылетают вот отсюда. Вот эта вот еще штуковина. Достаточно важная. Она у нас стоит вот здесь. И там, по-моему, еще что-то должно быть. Тоже осторожненько, не потеряйте. В момент разбора. Это у нас горизонтальный вал. Здесь у нас шапочка. Отвожу ее в сторону. Горизонтальный вал. Вот такой вот механизм имеет. Это у нас переключение передач. Сюда вот упирается вот этот вот шток. И, собственно, происходит переключение. Вал прямой. не имеет никаких аква. Чуть не забыл. Вот две вот таких вот штуковинки. Будете, доведется разбирать подобный механизм. Не потеряйте. Там у нас спряталась шестеренка. Одна шестеренка. Нет, вторая шестеренка. Я не помню. Вот тут вынимается у нас. Она, по-моему, вынимается. Сейчас я попробую это сделать. Таким вот методом попытался извлечь ее. Она здесь ничем не закреплена. Просто вставлена в обойму подшипника. Там подшипник внутри. Ну, подшипник сидит в посадочном месте. И чтобы его снять, нужен специальный инструмент. Снимать мы его не будем. Да и эти подшипники, насколько я знаю, ходят, что называется, вечно. Ну, все. Мотор у нас разобран. Теперь можно собрать назад сборку. Начинаем с установки вот этой шестеренки. Кладем просто ее на свое законное рабочее место. Дальше ставим. Стоять. Вертикальный ванк. Опа. Отдел. Да. С таким механизмом нужно потренироваться. Я говорил, эта штуковина живет там внутри. Берем еще одну. Ставим сюда. И все это вставляем внутрь. Все. Механизм вставлен. Смотрите, все крутится. Все здорово. Теперь дошла очередь вот до этой шестерни. Вот таким вот ее макаром. Кладем туда. Ну вот. Снова механизм крутится. Не забываем. Вот это колечко. Колечко кладем сюда. Так. Все стало. Так. Ничего я не забыл. Ничего не забыл. Последним одеваем вот эту штуковину. Напоминаю, здесь у нас подшипник. Тут у нас сальник. Там медная втулочка. Здесь резиновое колечко. Вот. В таком порядке собираем. Так. 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 Опа. Вот. Чтобы окончательно собрать, я приготовил вот такой вот высокотехнологичный инструмент. Все. Немного туговато. Теперь закручиваем вот эти вот болтики. Все здесь собрано. Так. Далее вставляем шток. Шток вставляем. Вот смотрите изгиб. Его сейчас видно. Изгиб вот в эту сторону. Шток вставляем срезом. Вот так. Внутрь. Ой. Ой. Ну это уже не страшно. Сейчас ее соберу. Так. Шток вставляем. Вставили. И теперь нам нужно поставить вот эту. Вставили. Нет. Это не пластика. Я думал пластика. Это дюраль. Или алюминий. И так. Здесь у нас сальник. Все это опять сделаем осторожненько. Чтобы не было никаких задиров. Так. Опа. Сидит. Родная. Теперь нам нужно надеть корпус помпы. и саму помпу. Значит поворачиваем вот этим пазом вверх. Кладем сюда нашу шпонку. Затем помпу. Берем помпу. Обратите внимание. У помпы есть загибы. Загибы. Если она новая. То в принципе все равно как ее одевать. А если она уже поездила походила. То желательно. Вот видите. Вот. Чтобы вот эти загибы шли по ходу вращения вертикального вала. Но у меня она новая. Поэтому смысл-то мудрить здесь нет. Одеваем как хочу. Главное чтобы смотрю. Чтобы вот этот вот паз был также сверху. Как и этот. И одеваю. Так 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 так. Так. Я прошу прощения. Я не одел очень важную деталь. Так. Это у нас должно быть. Вот здесь видно как ее ставить. Сейчас не все отверстия совпадают. А сейчас все. Соответственно. Опа. Все четко встало. Все замечательно. Так. Еще раз. Шпонку. Еще раз. Помпу. Все. И теперь корпус помпы. Здесь нет никаких задиров. Все гладенько. Все отверстия. Нет никаких трещин. Одеваем. Одевается. Вот так вот. Здесь кстати прокладочка. Та-та-та-та-та-та-та. И теперь вот так вот много вращаем. Опа. Все. Село. Шуруповертом такие вещи делать, конечно же, неправильно. Просто я уже привык и более-менее выставляю нагрузку, которая может затягивать. на этом все. Редуктор продается. Покупайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова